Доброе утро, мои хорошие! Посмотрите на улице, какой туман! Это просто нечто. Я проснулась, даже немного испугалась. Думала в фильме я Silent Hill. Оказалось, нет, это реальность. Сегодня я записана на лазерную эпиляцию и не только лица, но и всего тела, поэтому особо краситься нам не нужно. Вот. Процедура, конечно, немножко болезненная, хотя на некоторых участках тела я уже вообще это не чувствую. Например, руки или ноги я вообще не чувствую. Но что касается, например, подмышек или верхней губы, это все-таки считается чувствительной зоной, поэтому все-таки больно. Но я вам там немножко поснимаю и покажу. Я уже опаздываю. Время полдевятого. Мне в девять я уже должна быть там. Вот, поэтому я уже потихоньку пойду собираться. Твиксик, может тебя тоже возьмем на лазерную эпиляцию? Смотри, сколько у тебя ненужной шерсти. Тебе не жарко, мой сладенький. Давай тебе тоже пару сеансов. Что ты думаешь на этот счет? Мой сладенький. Булочка мамина. Так, я уже оделась. Хотела себе сделать чаек, но, к сожалению, не успеваю. Давайте быстро покажу вам свой лук. Смотрите, Твикс. В общем, на мне вот такая вот юбка, которую я недавно покупала. Коричневые колготки. Да подожди, ты Твикс что-то делаешь ненормальный. В общем, эти колготки я не знала, с чем замиксовать можно. Наконец-то поняла. Купила, знаете, промахнулась просто светом. И вот такая вот кофточка с открытым кубком. То, что я люблю, вместе сочетается просто пушка. Идем на лазерную эпиляцию. Скинула лук своему парню, и он сразу такой, да тебе будет холодно, как будто мы в России или в Сибири живем. На улице плюс 10 градусов. Еще плюс я одену теплую куртку, теплую шапку, шар, сапоги и все дела. Девочки, я опаздываю. Вышла на улицу и поняла, что я забыла маску. По идее, зачем мне маска налажена на эпиляции? Все очень просто. Дело в том, что нас на улице штрафуют. Что штрафуют? В общем, штрафуют, если ты без маски. И заходить в помещение категорически нельзя. Без маски. А как зайти в аптеку и купить маску, если ты без маски? Об этом никто не подумал. Так, я купила маску. Осталось ее надеть. Подышим немножко свежим воздухом без маски. Мне кажется, это дурацкое правило, если честно. Его сначала ввели в Турцию, а потом у нас. Ну, типа на улице тоже в маске. Но надеюсь, что все это закончится быстренько. И уже заживем мы обычной жизнью. Но у нас уже с первого числа все рестораны, кафешки, все-все-все открыто. Поэтому на обратном пути мы заглянем в магазины. Мне надо купить гель для умывания. В прошлый раз, когда я ходила за гелем для умывания, я купила все, кроме него. И там в комментариях девчонки написали. И после того, как вы написали, я такая думаю, блин, реально, я же не купила самое главное, зачем я шла. Так зачем я шла? Начинаем мы с рук. Процедура, я бы не сказала, что болезненная. Уже моя кожа привыкла к этому. Не обращайте внимания. У меня волосы растут даже на пальцах, как у мужика. Но уже значительно реже. То есть у меня осталось всего где-то, наверное, 20-25% от всех волос, которые у меня изначально были. Вот так вот аккуратненько. И аппарат, кстати, на котором я делаю эпиляцию, это Александрит Кандела Про. Дальше я заглянула в магазин. Понравились вот такие вот кроссовки. Стоили они 75 монат. Были разных цветов. Мне очень понравились зеленые, но и красные ничего так. Выбор большой здесь был. И также в этом же магазине присмотрела вот такую вот кофточку за 17 монат. Тоже с открытым пупком. И дальше мы направились в магазин. Купила прям то, что надо. Пикпон, который я обожаю. Сегодня буду снимать для вас. Мукмак, пикпон и шаурма. Сочетание просто пушка. Креветочки тут нашла. Знаете, совсем крупные. Посмотрите на эти креветки. Надо обязательно снять видео. И мама позвонила и сказала, что купи хлеб, потому что печь она не успевает. Вот так вот. Взяла всего один. Закупилась, моя хорошая, и иду домой. Планировалось, что еще похожу по магазинам. Очень сильно хочу кушать. Проголодалась. Купила себе бигбон. Будем делать шаурму. И лапшу быстрого приготовления. Все то, что я так люблю. Вот абсолютно не больно было. Затарилась продуктами. И быстренько домой. Снимать для вас мукбанг. Голодная просто как зверь. Я уже дома. На улице было не холодно. Управились мы на лазерной эпиляции за час и десять минут. И еще полчаса я ходила по магазинам. Хотела себе купить белую рубашку. И в одном из магазинов как раз-таки нашла ее. Но там была такая консультантка. Не знаю, меня немного это раздражает. Если честно, если вас тоже, то пишите, пожалуйста, в комментариях. Она сразу подошла ко мне и говорит, вам чем-то помочь. Давайте я вас провожу. Давайте я вам помогу. Тут у нас новая коллекция. Рассказывает, рассказывает, рассказывает. Я честно чувствую себя безумно некомфортно. Мне бывает стыдно, если я, например, примерила что-то. И не купила, ушла. Консультант, например, целый час болтал, рассказывал о чем-то. Поэтому я решила как-то в другой раз, когда у этого консультанта будет выходной, обязательно загляну туда. Еще купила кое-что из косметики. Мамина не буду показывать. А вот свое. Купила себе такой гель для бровей от Evelyn. Это Evelyn, как называют, по-разному. Хочу попробовать, был на скидке. Если понравится, еще пару штук возьму себе. Потому что, по большому счету, все гели для бровей это плюс-минус одно и то же. У меня был дорогущий от Art Deco. Он мне совершенно не нравился. Такое было ощущение, как будто у меня какая-то пелена на бровях. Бабушка ругается с Twix. Сделала макияж, помыла голову. Цвет помады такой красивый. Мне так нравится. Ягодный. Я в последнее время перестала на мукпанках пользоваться карандашом для губ. Потому что обычно, когда я еще не делала губы, я рисовала их там, где губы же нету. А сейчас даже нету такой необходимости. Я просто использую помаду. Это, кстати, от Revolution. Revolution Pro. В общем, сейчас будем сушиться. И быстро-быстро забабахусь я шулымом и мукпанк снимать. Тут у меня все в процессе. Намазала лаваш майонезом. Здесь у нас грудка пожаренная. Помидорка. Огурчик консервированный покупной. Сейчас будем заворачивать. Ой, получается очень вкусная шаурма. Очень вкусно получается. Осталось только залить кипятком. Смотрите, как заливается кипяток. Twix заливает кипятком. Вкуснотища. Время уже 3 часа дня. А я до сих пор не собрала постель. Так, тестируем еще раз мой выпрямитель новый. Я вроде как разобралась. Ни одна девочка написала, в чем фишка заключается этого выпрямителя. Оказано, кнопки надо нажимать удерживая. И вот после этого они работают. Так, сделала уборочку. Сняла пару тиктоков. А сейчас мне уже пора идти к стоматологу. Я записалась. Но хотела с вами поделиться лайфхаком. В общем, у меня вечная проблема. Вот здесь у меня бывает всегда так зализано. И такое ощущение, что у меня здесь прям лысо. Получается, что пробор идет, 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 идет. И чуть ли не прям до макушки. И чуть ниже. Это все смотрится ужасно. И что я решила сделать сегодня? Я взяла гофре. Ну, такую штуку, которая делает вафельки. И сделала вот здесь вот гофрешечку. Получился здесь такой прикорневой объем. Очень классно смотрится. Мне очень понравилось. А вот здесь везде я выпрямила волосы. Кстати, с утюжком уже разобралась. Это то, что от Браун. Сначала было как-то неудобно. Потому что там кнопки. Я не люблю с кнопками. Люблю, чтобы было, не знаю, максимум пару режимов. Вот. Но сейчас я поняла, как там ставить на блок. В общем, все нормально. Скорее всего, стоматолога я особо вам снимать не буду. Но зато после стоматолога мы обязательно пойдем по магазинам. Мое самое любимое, так скажем. А вечерком я хочу заглянуть к двоюродному брату на огонек, на чаек. Посмотрим, как получится. Есть ли у них время на меня и так далее. А сейчас к стоматологу. Что у меня с зубами могу рассказать вам? У меня они начали очень сильно опять кровоточить. Вот. Эту проблему нужно решать. И еще один зуб у меня немного болит. Поэтому его надо полечить. Иду к тому же стоматологу. Вот. Сейчас уже пора выходить. Я выбираю максимально близких к моему дому и стоматологов, и лазерологов, и супермаркеты, и магазины. Не люблю ехать куда-то далеко. Зачем? Если все это есть под рукой. В двух шагах ходьбы пешком. Почему нет? Вышла со стоматологой. Опять заглянула в магазин с моими любимыми мелочами. Понравилось это зеркало. Особенно вот эта ножка со стразами. Прям очень красиво переливается. Но зеркало качество оставляет желать лучшего. Именно само зеркало. Ножка, вставочки. Все, конечно, хорошо. Но зеркало не очень. Еще понравились такие кисти для маникюра. Кстати, в магазине меня спросили, у кого из мастеров я делаю ногти. Я сказала, что мастер я сама, девочки. Также здесь вот такие вот подарочные коробки. Очень интересные, стоят очень бюджетные. Есть разных цветов, разных размеров. Все, что вы хотите. А рядом с полочкой, где как раз таки продавалась канцелярия, я стояла целый час. Никак не могла выбрать блокнотик. Хочу какой-то ежедневник. Но мне не нравится, что у всех у них очень яркие темные поля. Я люблю, чтобы полей либо вообще не было, либо они были еле заметны. Что я подразумеваю под полями? Может, вы меня неправильно понимаете. Вот эти клеточки или полосочки, они должны быть еле заметными. А лучше вообще незаметными. И, к сожалению, я открыла каждый. И внутри очень-очень яркие клетки. Я поэтому не взяла. Хотя выбор здесь большой. Стоит очень бюджетно. 300-400 рублей. И вот такие вот потрясающие блокнотики ваши. Также понравился этот стаканчик. Но оказалось, что это не стакан. Это термос такой вот интересный. Вот. И, кстати, в прошлый раз я в этом магазине показывала вам два стакана. Их уже нету. Они проданы. Здесь появились другие. Представляете, за два дня почти все стаканы были распроданы. Я уже дома, моя хорошая, была у стоматолога. Он мне сказал, что у меня в зубе есть киста. Я слышу о таком впервые. Но мне очень нравится мой стоматолог. Он работает аккуратно. Без лишних слов. Знаете, такой свойский. И еще походила по магазинам. И кое-что прикупила. Сейчас вам покажу. Правда, я вам в инстаграме уже показывала. Но покажу еще раз. Сейчас я уже вынула. В общем, вот такую вот кисточку взяла для хайлайтера. У меня есть наподобие что-то. Но она очень, знаете, такая неплотная. Поэтому плохо наносится хайлайтер. А вот это то, что надо. Купила все в том же магазине. Совсем недорого. Что-то в районе двух монат. 90 рублей она стоила. Да хватит! Да хватит! Да хватит! Да хватит! Да хватит! 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 Смотрите, какой из лапки. Обожает играть с какими-то кисточками. Взяла себе тон в самом светлом оттенке. Это 51 оттенок. Дальше резиночки. Взяла такой наборчик. Они всего по 80 копеек стоили. И здесь внутри 10 резинок. Я пару дней назад покупала. Осталась довольна. Поэтому еще три набора взяла. Второй уже за сегодняшний день гель от Evaline. Я сначала купила. Мне он понравился очень. Я решила купить еще один, потому что они были на скидках. И купила себе карандаш от Golden Rose. Он был запечатан и тестеров тоже не было. Вообще тестеры запрещаются, потому что сейчас корона и все дела. Вот, сейчас покажу вам сводч. Карандаш, оказывается, очень даже темный. Я ожидала, что он будет значительно светлее. Гляньте, вот такой вот оттенок пыльной розы. Причем такой темный. А тем временем мамочка здесь приготовила синабоны. Гляньте, какая красота. Ну, разве так можно, мама? Разве так можно? Я только была у стоматолога. Мне сказали не жрать. Вот как я могу остановиться и не снять мукпанка? Уже один схомячила, да, мам? Как понравился тебе? Очень вкусно. Или не один? Точно не один. Я вижу, по выражению лица, что не один. Здесь, да, еще лежали? Да. Рецепт будет в ближайшее время на iCookie, но я вам сообщество тоже буду выкладывать, так что заглядывайте.